Приветствую всех, друзья! Сегодня посмотрим на интересный танчик, который не так часто появляется в каких-то нагибучих видосах. Это Центурион 7.1, британский средний танк 9 уровня, прокачиваемый, естественно. Интересен в первую очередь тем, что у него нет обычной нормальной голды, кумулятивов или голдовых подкалиберов, как это есть, например, у 10-й СТ-шки британской. То есть есть восьмерка с нормальными голдовыми снарядами, есть десятка с нормальными голдовыми снарядами, а вот девяточка, как в свое время был в FV4202, британская десятка. Раньше FV4202 был британским средним танком 10 уровня, потом перешел в премы на 8. И у него как раз были такие же снаряды. Это голдовые фугасы с пробитием 210. Есть обычные фугасы, они тоже хорошие, с пробитием 105 и Альфа-480, а есть голдовые с пробитием 210. Даже не знаю, может как-нибудь прям стримы сделать чисто на голдовых фугасах, ну там, понятное дело, с подкалиберами, если там против каких-то бронированных танков. Но попробовать использовать как можно больше этих голдовых фугасов. У них хорошая скорость полета, кстати, 1173 метра, но подкалиберы летают еще быстрее, 1500 метров в секунду. Пушка офигенная, и в принципе это все, что есть офигенного у этого танка. Ну ладно, неплохие углоскладнения, неплохая в целом башня, которая что-то может отбивать. Но танчик не сказать, что супер какой-то крутой, интересный, ну интересный он да, но не сказать, что супер крутой и нагибучий, потому что не очень хороший ДПМ, не очень хорошая стабилизация. Он такой среднячок, среднячок со своей фишкой, со своими интересными фугасиками. Давай непосредственно про бой немножко поговорим. Эдкард Перевал кинул нас в топ, ну половина команды девятки, половина восьмерки. Довольно хороший бой, без арты. Приехали изначально отстреливать из кустиков, покидали блайнды. Вроде даже что-то заходило, судя по тому, что снаряды там не разрывались. Не факт, что мы там прям урона много нанесли, но может быть один или два блайнда каких-то зашли. И только мы приехали отстрелять, только начало боя, две с половиной минуты еще даже не прошло, а противники уже пропушили ледник. Но союзники их здесь спокойно встречают, и мы возвращаемся на деф. Только не уверен я, что мы здесь что-то сможем настрелять, потому что, ну как видите, трое союзников. Противники потихонечку там уже умирают. Хотя вот еще подъехал Т-30, подъехала фаза, 50 ТП тоже не планирует останавливаться. И проехал слегка вперед. Приезжаем на хорошую позицию, так как арты нет, мы можем стоять вот именно сильно правее. Таким образом, получается, мы перестреливаемся с этим Т-30, с этой фазой, а союзники могут стрелять только по 50 ТП, которые там за камушком. Дали две тычечки, и внезапно уже там центр как-то прорван. В общем, бой попахивает сливом, противники поджимают со всех сторон. Просто смотрите, по центру заехало три танка, на мосту деф. Одна Т-95-ка, ледник тоже поджимают и умирают. При этом союзники, а не противники. То есть противники очень агрессивно, очень как-то неправильно поджимают, но при этом не умирают. Здесь уже 12Т у нас чуть ли не на горе катается. Эти ребятки сейчас быстро умрут с двух сторон, потому что их расстреливают. Т-95-ый тоже не факт, что долго проживет. Вот, и мы занимаем хорошую позицию. То есть бой только начался, можно сказать, 4 минуты, а мы уже едем в позицию для дефа. Выцеливаем батшастника, он ошибается. Его забираем, даже, по-моему, не засвечиваемся. И подготавливаем для себя позицию. Ломаем деревья, да, это очень правильно. То есть герой очень хорошо контролит мини-карту. Мне прям нравится, да, что он своевременно приезжает в нужные позиции. То есть приехал на центр, отстрелял. Видит, что здесь нужна помощь, окей. Видит, что бой пахнет сливом. Приехал, подготовил себе позицию здесь, навалил деревьев и будет вставать. По сути, у нас здесь только арта может нормально так простреливать. Но арты-то нет в бою, арты нет. И главное, чтобы вот 50 ТП союзный, например, заехал на гору. В таком случае пропушить будет очень сложно. Противникам придется либо сюда ехать, либо на гору заезжать, успевать убивать. А мы все это будем настреливать. Вот он пытается маяковать 50 ТП, что братан, отступи, заедь на гору. Сейчас будем дефить с двух сторон. 2-5-7 зачем-то все-таки поехал поджимать на ледник. Хотя мог дальше стоять здесь в приемке. И было бы очень даже неплохо. Пока стоим. Вот, 50 ТП, поднимись на гору оттуда. Встречай, пишет. Да, вы видите как раз в чатике. То есть грамотно анализирует миникарту, грамотно понимает бой. И еще подсказывает союзникам, что делать. И как это ни странно, но союзный 50 ТП послушал. Так сказать, это лайк. Потому что не все союзники в рандоме такие же. Которые могут послушать какие-то годные идеи и сделать как надо. На самом деле здесь не обязательно было прям вот стоять в кустах. Можно подъезжать, высвечивать заранее. Но он скорее хочет сделать так, чтобы противники ошибались. То есть если бы мы их светили заранее, они бы так не выезжали. А так как мы их не светим, они выезжают, подставляются. И посмотрите, для нас просто это один из офигеннейших боев. Когда противники забывают про эту позицию. Мы убили получается Леопарда. Мы убили Шкоду. И теперь особо нет танков, которые знают, что мы здесь. Обычно там выезжают аккуратно. Мы даем тычку. И противник начинает на нас сидеть, смотреть. Никуда не ехать. Здесь получилось так, что мы всех добиваем. И, к сожалению, все умерли. К сожалению, умер 50 ТП, который мог бы очень-очень долго дефиться. И остается только Скорпион. Мы пытаемся там что-то высветить, прострелить. Не получается. Высвечиваем зато ТС-5. Как раз нам на два выстрела даем один. Уже 4,5 настреляли. Два поджога подряд. Просто кто ЛБЗ на два поджога делает, сейчас немножко грустят. Мы заряжаем, обратите внимание, фугасы. Мы фугасами стреляем. Потому что противники поднимаются спинами. И мы как раз по ним можем этими фугасиками прокидывать. Здесь хорошо даем по Бурасику еще одну тычку. И остаемся один против пяти. Т30 и фаза приедут оттуда. Ёлка с Бурасиком тоже могут ворваться, нас высветить. То есть шансов прям выиграть бой достаточно мало. Еще фуловый Тортоис. Фуловый Тортоис тоже поднимается спиной на гору зачем-то. Мы уже зарядили подкалиберы. Дали ему одну. Надо сейчас давать вторую. Но он может успеет отсветиться. Возможно, дали. И вот он, Бурасик приехал нас рентгенить. Очень неприятно. Очень неприятно получается. Но настреляли уже хорошо. Использовали и голдовые фугасы. То есть мне прямо реально нравится, как боец отыграл. Проконтролил миникарту. Вовремя заряжает голдовые фугасики. Вот эти вот. Нас рентгенит Бурасик. Мы, к сожалению, не можем на Тортоис выходить. Но у нас здесь такая хорошая позиция, что получается так, что противники не могут нас нормально простреливать. Мы находимся там в низине от башенки. Не хочет нам отдавать фрага Ил Сивен 90. Да, мы все-таки, по-моему, попали по Тортоизу в командирку блайндом. И теперь он остается уже ваншотным. На месте Тортоиза, конечно, можно было бы ворваться и попробовать нас вытолкнуть, столкнуть. Но Тортоиз этого не делает. Бурасик продолжает рентгенить. А что ему еще делать? В принципе, он мог подождать, пока Тортоиз получит урон. И за это время выйти раздать две, допустим. Наш герой был бы уже такой полуваншотный. Но он этого не делает. Приезжает фаза. Мы уже настреляли 7000 урона. И остаемся один в три. Это как бы задел на колобосика, задел на медаль пула. Но еще Т30 есть. Еще есть фейс-1. Еще есть Бурасик, который тоже может дождаться нашего КД, ворваться, два раздать. Но противники пока этого не делают. Вроде бы не такой сложный бой. Но вот грамотное продвижение, грамотное занятие позиций. И не самые грамотные противники позволяют нам сейчас тащить. Фаза тоже ошибается. Все, что сейчас надо было сделать, пока наш центререн КД. А КД у него долгая. Надо было выйти на верочку дать. Т30 стоковый. Дает нам урон. Мы должны успевать добивать. Но проблема в том, что фейс-1 тоже на два выстрела. У него перезарядка побыстрее. Он может нас спокойно пробивать. Но как-то вообще просто. Фейс-1 ошибается. Получится Бурасика добрать? Не видим. Не видим Бурасика. Все-таки, ну, Бурасик какой-то, не знаю, слишком пассивный. Мы могли выходить, давать фазу. Потому что Бураск до сих пор боится. Хотя там уже и Т-30 умер, и Тартойс умер. Он уже пять раз мог выйти, раздать и выиграть бой. Но он почему-то этого не делает. Я понимаю, напряжение колоссальное у нашего героя. Хоть и противники не очень какие-то скилловые. Но не хочется сливать бой. Это все-таки Колобанов. Это медаль пула. И, ну, пробивает нас один раз фаза. Во-первых, и так альфа может пройти. Во-вторых, в любой момент может Бурасик выйти. Здесь нельзя ошибаться. То есть надо прям вот гарантированно давать урон. Потому что если не дадим, то есть вероятность, что мы этот бой не затащим. Выходим добивать Бурасика. Но он дает нам урон. Остаемся ваншотные. Но фаза почему-то до сих пор боится. Фейз-1. Ему надо было просто выйти, принять урон. Выйти, принять урон. Ну, даже когда мы только что добили Бурасика. Мы были КД. Он успевал нам давать. Но фейз-1 по-прежнему боится. И снова нас не пробивает. Я не знаю, как наш герой здесь вытанковывает. Каким-то образом получается. И пытается здесь дальше выйти за счет ДПМ убить. Но, ну, фейз-1, по идее, даже быстрее перезаряжается. Тем не менее, тем не менее. Мы смогли затащить этот бой. Казалось бы, он не очень сложный. И цифры не такие большие. Но это не все цифры, которые были в этом бою. Были еще блайнды. Поэтому давай смотреть результаты. А по результатам у нас уже почти 10 тысяч урона на танке 9 уровня. Мы дали блайнды. Да я даже не знаю в кого. Там в начале в Шкоду, наверное, да. В Шкоду мы накидали. Может быть еще. Я не помню, если честно, по кому мы столько успели дать. Может, по леопарду блайнд зашел. Ну, то есть, в начале вот то, что мы стреляли в кустике. Это заходило. Потому что показывало 8 с небольшим тысяч урона. По факту 10 тысяч урона. Офигенный результат. В целом, бой не суперсложный. Да, здесь главная заслуга противников. То, что они очень плохо отыграли. И забавно было наблюдать, как они умирают. Но главное, что герой отыграл очень грамотно. Вовремя прочитал миникарту. Вовремя занял позицию. Подготовил ее. Сломал там деревья. Вовремя заряжал голдовые фугасики, чтобы стрелять по спинам. И в целом, воспользовался ситуацией. Воспользовался неопытностью противников. И накидал хороший бой. Получил медаль Пула, Колобанова, Спартан со основного калибра, танки, снайпер, воин. Не без везения, естественно. Но все такие бои делаются не без везения. Почти 2000 чистого опыта. Циферки офигенные. 9-900, 10 фрагов. 2000 опыта. Несложный бой. Но, тем не менее, интересный и поучительный для многих. Для противников. Если вы один из таких противников, то имейте в виду. Пока КД надо на Бурасик. Это было выходить раньше. Фаза та же. Тоже уже могла бой 3 раза выиграть. Тартой смог там ехать, пока у Центуриона КД. Вытолкнуть нас вообще с обрыва. Ёлка ворвалась, не подождала. Ну, типа, а что он там остался один? Сейчас убьем. Не получилось. Желаю вам побольше таких противников. Желаю вам грамотно читать миникарту. Переключать снаряды. Вовремя сменять позиции. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok